Продолжение следует... Мы с вами продолжаем говорить о синтаксисе и пунктуации. Сегодня мы подробно поговорим о неполном предложении. Неполные предложения. Это предложения, в которых пропущен какой-либо член предложения, либо главный, либо второстепенный. Может быть и так, и иначе. И этот пропущенный член предложения важен для структуры этого предложения. Он важен для полноты строения. Без него предложение окажется неполным. И пропущенные члены предложения с легкостью восстанавливаются участниками разговора. Например, очень часто неполные предложения мы можем видеть в диалогах. Потому что один, например, говорит, вы завтра едете в лес отдыхать. А второй человек уже не повторяет полностью это предложение. Он просто кратко отвечает. Он просто кратко отвечает. Прошу прощения, неправильно прочитала предложение. Не с той интонацией логической. Вы завтра едете в лес отдыхать. И отвечает другой человек. Мы. Второе предложение является неполным. Что же здесь опущено? Полное предложение звучало бы так. Мы завтра едем в лес отдыхать. Таким образом, оказывается опущенными большого количества членов предложения. Но нам все равно понятно, о чем речь. Потому что мы знаем ситуацию из контекста. Или, например, предложение. Мне все послушно. Я же ничему. Здесь на месте тире пропущено слово. Мне послушно. Нет, прошу прощения. Мне все послушно. Я же не послушен ничему. И из-за того, что опущен член предложения, это предложение также является неполным. И, опять же, это слово мы легко восстанавливаем из контекста. То есть очень часто являются неполными также сложные предложения. Потому что какое-то слово уже называется в первой части. И чтобы избежать тавтологии, чтобы избежать речевых ошибок, мы уже второй раз это слово не повторяем. Потому что тому, кто нас слушает, будет и так ясно, что мы имеем в виду. И, как я уже сказала, если мы будем рассматривать вот эти неполные предложения вне контекста, то смысл их нам понятен не будет. То есть, посмотрите, перед вами два этих неполных предложения. Первое мы, второе я же ничему. Без контекста совершенно не ясно, о чем шла речь. То есть, о чем спрашивали, на что ответ мы, что я ничему. Совершенно ничего не ясно. И в этом как раз главное отличие неполных предложений от односоставных. Потому что, если перед нами односоставное предложение, на всякий случай напомню, что предложения бывают односоставными, двусоставными, полными и неполными, как мы уже сейчас поняли. Что имеется в виду под односоставностью? Односоставным мы называем такое предложение, в котором есть только один главный член предложения. Либо подлежащее, либо сказуемое. В чем отличие, таким образом, неполных предложений от односоставных? Во-первых, в том, что опущен, может быть, любой член предложения, как главный, так и второстепенный. А второе отличие заключается в том, что если перед нами предложение односоставное, то есть в нем только один главный член предложения, нам все равно понятно, о чем речь идет. Нам это понятно и без контекста. А вот неполное предложение – это такой вариант полного и без контекста совершенно ничего не ясно. То есть это такая главная проверка, что именно перед нами. Итак, многие ученые внутри неполных предложений выделяют также эллиптические предложения. Что это за предложения? Это такие предложения, в которых недостающий член не восстанавливается, его восстановить невозможно. И он не подсказывается ситуацией, не подсказывается контекстом. Но ведь я вам только что сказала, что такие предложения называются односоставными. Какая-то путаница. В чем же разница, опять же, между эллиптическими предложениями и односоставными? Как и односоставные предложения, эллиптические являются понятными и вне контекста, и без ситуации. Но здесь, опять же, может быть опущен любой член предложения. И сейчас скажу еще о следующей разнице, когда мы перейдем к следующему слайду. Вот посмотрите, пожалуйста, перед вами два классических примера эллиптических предложений. Первое. За спиной лес, справа и слева болото. У нас здесь что есть? Какие члены предложения? Если мы рассмотрим первое предложение. Есть подлежащее лес. Есть обстоятельства за спиной. Второе предложение. Справа и слева болото. Опять же, есть подлежащее болото, и есть обстоятельства справа и слева. Обстоятельства, которые указывают нам на место, которые отвечают на вопрос «где?». Посмотрите, пожалуйста, пока, чем отличаются эллиптические предложения от неполных классических предложений. Сказуемое в эллиптических предложениях обычно отсутствует. Оно отсутствует там чаще, чем другие члены предложения. И при этом, если просто в обычных неполных предложениях мы точно знаем, какое слово надо вставить, какое слово пропущено, то здесь часто мы не можем сказать, какое именно сказуемое опустил говорящий. Например, «за спиной лес». В этом эллиптическом предложении мы можем вставить разные сказуемые. За спиной находится лес, за спиной расположен лес, за спиной виден лес, за спиной был лес. Это такая подсказка, что перед нами именно эллиптические предложения. И почему же все-таки эллиптические предложения считаются именно неполными? Потому что мы с вами говорили, что в односоставных предложениях структура является все-таки полной. То есть от того, что там не опущен, от того, что там нет одного члена предложения, предложения, структура предложения все равно является полной. Нам все понятно, нам все ясно. Здесь же, если мы с вами проанализируем состав членов предложения, что мы уже сделали, то мы увидим, что есть подлежащее, а есть обстоятельства. А мы с вами знаем, мы об этом уже говорили, что обстоятельства прикрепляются только к глаголам, не к существительным. Получается, что если перед нами эллиптическое предложение «За спиной лес», в нем графически не представлено то слово, от которого мы зададим вопрос к слову «За спиной». То есть слово, от которого мы будем задавать вопрос к слову «За спиной», оно опущено. И это слово является глаголом, сказуемым, например, находится. Или любым другим глаголом, о котором мы говорили с вами до этого. То есть был, расположен и так далее. Ну, то есть глаголом с таким значением, с таким смыслом. Именно поэтому ученые считают, что структура эллиптических предложений не полная. Надо понимать, что неполные предложения могут быть как распространенными, так и нераспространенными. На всякий случай напомню, что распространенные предложения это такие, в которых есть члены предложения какие-либо, помимо главных. То есть такие предложения, в которых есть второстепенные члены предложения. Ну, тогда посмотрите, пожалуйста, вот перед нами диалог. Кому-нибудь еще холодно? Мне. Если с первым предложением все понятно, что оно является односоставным, потому что в нем есть только сказуемое и нет подлежащего, нам точно ясно, что оно является распространенным, потому что есть другие члены предложения, есть еще и есть слово кому-нибудь. И нам понятно, что оно является полным. То вот второе предложение, которое является неполным, мне, то есть опущены слова еще холодно, мне еще холодно, обратите внимание, оно также является распространенным, хотя в нем всего лишь одно слово. И вот это как раз поразительно. То есть, чтобы дать характеристику неполному предложению, мы должны сначала его восстановить до полного варианта. То есть, мы его восстановили до полного, дали характеристику полному предложению, и все признаки будут перенесены за исключением полноты. То есть, если предложение, да, мне еще холодно является односоставным, оно таким является там односказуемое, оно является распространенным, потому что там будут другие члены предложения, кроме главных. То и неполное предложение мне тоже будет односоставным и распространенным. То есть, мы должны понимать, что неполные предложения могут быть распространенными, нераспространенными, двусоставными и односоставными. И сейчас перед вами два предложения, да, такой небольшой отрывочек из диалога. Ты куда идешь? В библиотеку. Я вас попрошу охарактеризовать эти два предложения. Вот подобным образом, как я это сделала на предыдущем слайде. То есть, надо сказать, является ли предложение односоставным или двусоставным, распространенным или нераспространенным, и полным или неполным. Итак, даю вам немного времени подумать. Напишите мне, пожалуйста, когда мы сможем проверить. Спасибо. 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 Все ли закончили или кого-то надо подождать? Если кого-то надо подождать, напишите, пожалуйста, об этом. Готово. Хорошо. Проверяем тогда. Итак, первое предложение является двусоставным, потому что в нем есть подлежащее и сказуемое. Подлежащее ты, сказуемое, что делаешь, идешь. Оно является распространенным, в нем есть слово «куда», и оно является полным. Второе предложение – библиотеку. В полном варианте будет звучать «я иду в библиотеку». Оно является двусоставным тоже, потому что в полном варианте было бы и подлежащее, и сказуемое. Оно является распространенным, потому что кроме главных членов предложения был бы второстепенный член библиотеку, и оно является неполным. У вас, надеюсь, так получилось? Идем дальше. Аналогичное задание для тренировки. И тоже напишите, пожалуйста, когда закончите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы закончили, поэтому давайте проверим. Итак, первое предложение является двусоставным, подлежащее рота, сказуемое, назначено. Почему назначено? Это сказуемое, потому что это краткое причастие, полное было бы назначенной, а краткие причастия являются сказуемыми. Оно также является распространенным, в нем есть второстепенные члены предложения, это определение «ваша», обстоятельства «завтра» и «в лес», и оно является полным. Второе предложение является... Давайте сначала восстановим его до полной формы. «Моя рота назначена в лес». Здесь будет точно такая же грамматическая основа, как и в предыдущем, поэтому оно является двусоставным. Оно является распространенным, точно так же, но уже является неполным. И следующее предложение с точно таким же заданием. Но здесь уже не диалог. Поэтому, смотрите, здесь надо дать характеристику предложению сначала в целом, а потом уже охарактеризовать по этим признакам, по которым мы характеризовали сейчас предложение, каждое. Ну и, конечно же, да, это несколько напоминает синтаксический разбор, поэтому будет хорошо, если вы главные члены подчеркнете и нарисуете так же скобки. Круглые или квадратные. Все ли закончили? Так, видимо, все закончили, если я правильно поняла. Поэтому давайте проверим. Итак, это предложение является сложным, а именно сложно сочиненным. То есть оно состоит из двух простых, и они между собой равноправны. Они соединены так же между собой сочинительным союзом А. Напомню, что сочинительные союзы находятся вне скобок, а подчинительные находятся внутри. Соответственно, раз это предложение сложно сочиненное, то скобки мы рисуем квадратные. Первое простое предложение внутри сложного у брата глаза карие имеет грамматическую основу «глаза карие». Если с подлежащим глаза все ясно, то как мы должны были понять, что карие – это сказуемое? Напомню, что чтобы понять, является ли прилагательное определение или частью составного именного сказуемого, мы пробуем предложение поместить в прошедшее время и будущее. И если появится глагол «связка», например, «быть», то этот факт будет свидетельствовать нам о том, что прилагательное является частью сказуемого. А связка просто является мумевой. Итак, у брата глаза были карие, у брата глаза будут карие. Связка «быть» появилась, поэтому карие – это сказуемое, если бы точнее, часть сказуемого, составного именного. И первое предложение является двусоставным, распространенным, потому что есть еще дополнение у брата, и оно является полным. Второе предложение является также двусоставным, потому что… Так, прошу прощения. Да, потому что если мы его восстановим до полной формы, получится у меня глаза зеленые. То есть здесь опущены подлежащие глаза. И оно является, соответственно, двусоставным, распространенным также, потому что есть дополнение у меня, но оно уже является неполным. Итак, для чего мы проходим с вами тему «неполные предложения». В неполных предложениях часто ставится тире. И сейчас мы поговорим о тех случаях, когда тире ставится наиболее регулярно. Так, во-первых, тире ставится при наличии паузы в эллиптических предложениях, содержащих подлежащее и обстоятельство места, или подлежащее и дополнение. Например, «За ночным окном туман» – это предложение является эллиптическим, потому что нам и так понятно, о чем речь, но при этом сказуемое может быть вставлено разное. В зависимости от того, каким художественным слогом мы обладаем. И из каких членов предложения состоит это. Здесь есть подлежащее туман, и здесь есть обстоятельства за окном. Здесь также есть определение ночным, за окном каким ночным, но нам оно не так важно, потому что оно относится уже к слову «окном», то есть не к грамматической основе. Итак, «За окном обстоятельства», а мы знаем, что обстоятельства только к сказуемым прикрепляются, да, к глаголам, к глаголам нет, предложение эллиптическое. И поскольку здесь такой состав предложения, и потому что мы делаем паузу в этом месте, за ночным окном – туман. Именно поэтому мы здесь будем ставить тире на месте пропущенного члена предложения. Или в ответ – полное молчание. Например, в ответ услышано полное молчание. Опять же, дополнение – это крепилось бы к сказуемому, а сказуемого нет. Предложение является эллиптическим, то есть неполным. И раз здесь такой состав, есть подлежащее, есть дополнение, то мы будем ставить тире на месте пропущенного члена предложения, там, где мы в речи сделаем паузу. При этом, как вы уже поняли, я не просто так обращала внимание на наличие или отсутствие паузы, потому что если паузы не будет, то тире ставить не нужно. Приведу вам примеры тех предложений, в которых пауза, по мнению автора, не нужна. Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали. Паузы нет, тире нигде не нужно. Или в этом вся суть. Или у Андрея пожар. Опять же, по мнению автора, тире не нужно, соответственно, паузы нет, поэтому тире мы не ставим. Итак, второй случай. Тире ставится в эллиптическом и в неполном предложениях при параллелизме. Что такое параллелизм? Параллелизм это одинаковое строение либо предложений, либо частей предложений. То есть предложение строится одинаково или похожим образом. Например, сначала идут обстоятельства, потом идут подлежащие. Или сначала идут дополнения, потом идут подлежащие. Но на самом деле, когда мы читаем такие предложения, мы просто нашим языковым чутьем чувствуем, что они построены одинаково. И в таких предложениях будет ставиться тире. Итак, например, здесь овраги, дальше степи, еще дальше пустыня. Перед нами неполные эллиптические предложения, в которых есть подлежащие овраги. И где здесь, здесь это обстоятельство, но крепится обстоятельство должно глагол, у которого нет. То есть предложение эллиптическое. И посмотрите, пожалуйста, это предложение является сложным. И каждая часть этого сложного предложения выстраивается одинаковым образом. Сначала идут обстоятельства, место, а потом идет подлежащие. То есть указывается, что именно находится в этом месте. И поскольку наблюдается такой параллелизм, мы будем ставить тире. Также ставится тире в неполных предложениях, которые построены по схеме. Существительное в винительном падеже. Напомню, что винительный падеж отвечает на вопросы «кого? Что?». И к нему прикрепляется также существительное, но уже в дательном падеже. Напомню, что дательный падеж отвечает на вопросы «кому? Чему?». Ну, соответственно, они могут быть поменены местами также. Это не принципиально. И при этом в таких предложениях не будет подлежащего исказуемого и будет четкое интонационное деление предложения на части. На две, соответственно. Очень часто такие предложения могут быть в лозунгах, в газетных заголовках каких-либо. И давайте посмотрим на такие примеры. «Лыжникам» – «хорошую лыжню». «Лыжникам» – это существительное в дательном падеже, да, кому? Чему? А «Лыжникам» – «дать кого? Что?» «Хорошую лыжню». «Хорошую лыжню» – это сочетание, в котором главное слово – это существительное в винительном падеже. И раз такая конструкция, то мы будем ставить тире. Потому что, ну, соответственно, тире мы будем ставить в том месте, где происходит деление, интонационное предложение на две части. Или аналогичный случай. «Молодежи» – «рабочие места». «Молодежи» – «дательный падеж», «места» – «винительный падеж». «Молодым семьям» – «люготы». «Кому чему семьям» – «дательный падеж», «кого что» – «люготы» – «винительный падеж». Идем дальше. Тире ставится также в неполном предложении, которое является сложным. В том случае, если пропущенный член будет восстанавливаться из предыдущей части этого предложения. Такое предложение может быть как сложно подчиненным, так и сложно сочиненным, так и бессоюзным. Это не играет роли. Главное, что оно является сложным. И это слово, которое опускается в одну из частей, уже было озвучено в предыдущей части. При этом тире будет ставиться только в том случае, если на месте пропуска делается пауза. Видите, какое интересное правило, в котором мы должны постоянно прислушиваться, делаем ли мы паузу в этом месте или нет. Итак, пример. «Ночи стали чернее», «дни», «пасмурнее». Какая здесь грамматическая основа? «Ночи подлежащая», «стали чернее» – это составное имено сказуемое. Вторая грамматическая основа «дни пасмурнее». Итак, это предложение является сложным. И что интересно, что во второй части пропущена «связка стали», но она была названа в предыдущей части этого сложного предложения. То есть мы легко восстановим это слово именно из-за части фразы. «Ночи стали чернее», «дни стали пасмурнее». Поэтому мы на месте пропуска поставим тире. И на этом мы с вами освоили теорию. Давайте попрактикуемся. Перед вами шесть предложений. Пожалуйста, расставьте в них недостающие тире. И постарайтесь для себя обосновать постановку этого знака припинания. Напишите, пожалуйста, мне, когда вы закончите. И, соответственно, также очень рекомендую обязательно думать, какой именно член пропущен. То есть вы его мысленно должны назвать в себе. То есть расставляем тире, думаем, какой член предложения пропущен, восстанавливаем его мысленно и обосновываем знак припинания. Как вы быстро справились. Все ли закончили или кого-то ждем? Я вижу, что вы закончили. Поэтому давайте разберем. Итак, первое предложение. Земля внизу казалась морем, а горы громадными окаменевшими волнами. Мы ставим тире на месте пропущенного члена предложения. Здесь восстанавливается слово «казалось». Прошу прощения, множественное число «казались». А горы казались громадными окаменевшими волнами. Это предложение является сложным. Пропущенный член предложения восстанавливается из предыдущей части фразы. Поэтому ставим тире на месте паузы. Второе предложение. Речушка стала синей, а небо стало голубым. Я уже сразу восстановила пропущенный член предложения, на месте которого мы ставим тире. Случай, аналогичный предыдущему предложения. Сложное слово «восстанавливается». Третье. Дерево дорого плодами, а человек дорог делами. Опять же, сразу восстановила пропущенный член предложения, только поставила его в нужную форму. Предложение сложное, на месте паузы ставим тире. Дальше. В больших людях я люблю скромность, а в маленьких собственное достоинство. Здесь, во-первых, пропущено сказуемое «люблю», а во-вторых, опущено слово «людих». И опять же, на месте паузы, на месте пропущенного сказуемого мы ставим тире. Пятое. Дела булочные шли весьма хорошо. Лично мои все хуже. Лично мои шли все хуже. Опять опущено сказуемое, ставим тире. Шестое. Вот шестое предложение уже отличается от предыдущих пяти. Теркин. Дальше. Автор. След. Это уже эллиптические предложения, которые состоят из подлежащих, из обстоятельств. При этом они построены по принципу параллелизма. Поэтому мы в них ставим тире. Аналогичное задание. Следующие три предложения. Жду от вас сообщений о том, что вы готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, вы закончили, поэтому давайте мы проверим. Итак, первое предложение. Перед домиком цветник, ограда. Позади усыпанный свежим песком квадратный дворик. Обратите внимание на то, что эти предложения строятся по принципу параллелизма. При этом, опять же, это эллиптические предложения, потому что обстоятельства, например, перед домиком, позади, они должны крепиться к сказуемому, которое пропущено. Итак, ставим тире, конечно же. Второе предложение. Ее красота в истине, ее главное значение в правде. Опять же, эти предложения построены по принципу параллелизма. Опять же, это эллиптические предложения, они просто неполные. Потому что дополнения в истине, в правде, они крепились бы к сказуемому, например, заключается. Заключается в чем? В истине. Ставим тире. Третье предложение. Молочный суп на первое, блинчики с творогом на второе. Опять же, здесь есть у нас, да, в этих эллиптических предложениях подлежащие суп, подлежащие блинчики. Почему подлежащие именно блинчики, а не блинчики с творогом? Потому что творог здесь не отдельное блюдо, а это определение блинчиков. Блинчики какие с творогом? На первое и на второе это наши обстоятельства времени, то есть когда именно они поддаются. И к этим обстоятельствам мы задаем вопросы, подсказуемых которых здесь нет. Поддаются на первое, поддаются на второе. Итак, во-первых, параллелизм налицо. Во-вторых, делается однозначно пауза. И в-третьих, по составу этих предложений мы понимаем, что надо ставить тире. Следующие пять предложений. Точно такое же задание. И жду сообщений о том, что вы закончили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ждем тех, кто пока еще доделывает. Отлично! Вы закончили, давайте проверять. Первое предложение. Оно построено по схеме. Существительное в винительном падеже, а далее существительное в дательном падеже. И предложение интернационно делится на две части. И напоминает лозунг ученикам в выходные. Поэтому мы ставим на месте паузу тире. Второе предложение. Ермола стрелял, как всегда, победоносно. Я стрелял довольно плохо. Я восстановила уже пропущенный член предложения. Стрелял. На месте него мы будем ставить тире, потому что это предложение сложное, бессоюзное. Но то, что на бессоюзное, здесь, конечно, не важно. И поскольку мы можем восстановить пропущенный член предложения из предыдущей части, то мы ставим тире. Третье. Голоса офицеров с каждой минутой становились громче. Слова, речи, аргументы, непримирение. Здесь мы ставим тире на месте пропущенного члена предложения становились. Опять же, которое восстанавливается из предыдущей части этого сложного предложения. Четвертое. Подберите еще несколько примеров, каких не имеет значения. Что здесь интересно? Что, да, это предложение сложное. Да, первая основа грамматическая подберите. Вторая не имеет значения. Но обычно опущено сказуемое. Здесь же опущено существительное. Каких примеров? В этом как раз и интерес. И здесь ставим тоже тире. Пятое. Один встретил свою в лаборатории. Другой в радиорубке. Третий в геологической партии. Четвертый в море. Пятый в небе на скрещении воздушных дорог. Итак, на месте тире могло бы стоять сказуемое встретил, которое опущено и восстанавливается из предыдущей части сложного предложения. При этом все эти предложения строятся по принципу параллелизма. Вот эти простые предложения внутри сложного. И мы здесь, конечно же, ставим тире. На всякий случай, поясню, почему после слова «в небе» стоит запятая, потому что дальше идет уточнение. Мы с вами его брали. Да, в небе, а где именно на скрещении воздушных дорог? Итак, тему с неполным предложением мы закончили с вами. Все ли понятно? Все понятно. Благодарю за ответ. Скажите, пожалуйста, была ли знакома эта тема вам раньше? Или вы просто, например, интуитивно чувствовали, что надо ставить тире там? Как замечательно, что эта тема уже знакомая. У вас очень хорошая базовая подготовка. Я хочу вам сказать об этом. Тогда, скорее всего, раз вы были знакомы с такой не самой легкой темой, скорее всего, оформление прямой речи для вас совершенно не составит никакой сложности. На всякий случай, давайте проговорим какие-то базовые вещи. Пока у нас еще есть на это время. Итак, что можно назвать прямой речью? Прямой речью мы называем дословное воспроизведение чужого высказывания. Высказывания других лиц, которые включаются в повествование, образуют чужую речь. И эта чужая речь делится на два вида. На прямую и на косвенную. В чем отличие прямой и косвенной речи? Прямая речь полностью дословно передает то, что сказал другой человек. А косвенная речь является пересказом чужих слов. И обычный пересказ происходит. При пересказе обычное предложение является сложно подчиненным. То есть в предаточном предложении как раз обычно и содержится этот пересказ. Или также косвенная речь является пересказом, например, с помощью второстепенных различных членов предложений. Но мы посмотрим немножечко позже. Итак, перед вами три предложения, которые по смыслу очень похожи. Первое. Он сказал, я хочу пойти с вами. Второе. Он сказал, что хочет пойти с нами. Третье. Он сказал о своем желании пойти с нами. В чем отличие? Первое предложение передает чужие слова полностью дословно. И поэтому там у нас прямая речь. Во втором предложении чужие слова передаются с помощью косвенной речи. То есть являются как бы пересказом. Обратите внимание, что перед нами уже сложно подчиненное предложение. Уже появляется союз что. И опять же происходит некоторая трансформация предложения. Третье предложение. В нем чужие слова также переданы с помощью косвенной речи. Он сказал о своем желании пойти с нами. Но здесь уже предложение является не сложным, а простым. Просто чужие слова являются второстепенными членами предложения. Сказал о чем. И давайте просто, чтобы убедиться, что вы легко понимаете, где прямая речь, а где слова автора. Давайте вот выполним такое маленькое легкое задание. Потому что именно на понимании, где слова автора, а где прямая речь. И строится вся пунктуация внутри этой темы. Пожалуйста, найдите в этих пяти предложениях речь прямую и речь авторскую. Наверное, уместнее это лучше сделать здесь. Но все равно напишите мне, пожалуйста, когда вы закончите. Спасибо. Отлично, вы закончили. Поэтому давайте проверим. Итак, красным я выделила слова автора, а синеньким я выделила прямую речь. Наверное, здесь комментировать особо нечего. Просто немного вам нам времени свериться. Спасибо. Итак, идем дальше. В косвенной речи слова говорящего претерпевают, как мы уже говорили, изменения. Что важно делать, изменяя предложения? То есть пересказывать чужие слова. Важно менять местоимения. То есть личные местоимения должны быть употреблены с точки зрения автора пересказа, а не того, кто говорил эти слова. Изначально. При этом очень часто при переводе предложения с прямой речью в косвенную убираются, опускаются междометия, частицы, обращения. При этом они заменяются какими-то другими лексическими средствами, которые по смыслу были бы похожи на те слова, которые опустились. Например, брат сказал, я приду поздно. Здесь прямая речь. Слова автора брат сказал, прямая речь, я приду поздно. В прямой речи здесь местоимение личное я. Когда мы заменяем это предложение на косвенную речь, что получится? Брат сказал, что он придет поздно. То есть мы поменяли местоимение. Вот про это важно не забывать, потому что иногда возникают грамматические ошибки, связанные как раз вот с этим пунктом этого правила. Или она говорила мне, ах, дорогой, какой ты хороший. Это предложение с прямой речью. Опять же, слова автора. Она говорила мне, прямая речь, ах, дорогой, какой ты хороший. И мы трансформируем это предложение в косвенную речь. Что получается? Она восторженно говорила мне. Обратите внимание, междометие ах мы заменили на слово восторженно, потому что сохранить это междометие нам бы не удалось при переводе в косвенную речь. И далее, это предложение становится сложно подчиненным. Говорила мне, что я очень хороший. Мы поменяли местоимение ты на я. И чтобы убедиться, что у вас это выходит легко, пожалуйста, переделайте вот эти три предложения с прямой речью, предложение с косвенной речью. И напишите мне, когда вы закончите. Продолжение следует... Отлично, вы справились. Первое предложение. Что получилось? Друзья побывали в театре и в один голос заявили, что им очень понравился этот спектакль. Мы поменяли местоимение нам на местоимение им. Второе предложение. Что получилось? Она проворчала, что ей некогда. Мы заменили местоимение мне на местоимение ей. В третьем предложении мы можем сказать, Андрей сказал мне, что скоро уходит, и Андрей сказал мне, что он скоро уходит. То есть мы должны заменить личное местоимение я на местоимение он. Итак, мы, к сожалению, не все разобрали, что я хотела в этой теме, потому что у вас сейчас уже по времени должна начаться литература. Скажите мне, пожалуйста, все ли здесь ясно? Мы начнем на следующем занятии новую тему уже, или мы все-таки доразбираем некоторые примеры внутри этой темы по оформлению прямой речи, как вы хотите. То есть ориентируюсь полностью на вас. Интересна ли вам эта тема? Естественно, что мы начнем и другую тоже, но надо ли ее закончить? Спасибо за отзывы. Тогда мы на следующем занятии начнем именно с этого. То есть разберем некоторые предложения, в которых есть прямая речь, расставим там знаки препинания, вспомним схемы, и потом уже приступим к новой теме. Итак, я благодарю вас за внимание, за хорошую работу. Всего доброго. До встречи в следующую субботу.